Сегодня меня попросили рассказать сегодня вечером о системе Чакрасамвары, которые относятся к Высшей Йога Тантре. И хотя я ни в коей мере не являюсь реализованным программом, я получал от своих учителей определенные учения по ней. И то, о чем я буду говорить, основывается на учениях Его Святейшества Далай-Ламы, на учениях Его Святейшества Далай-Ламы по комментарию Ламы Цанкапы на краткую Тантру Чакрасамвары, которая называется «Полное прояснение скрытых смыслов». А также на основе учений одного из учителей Его Святейшества Цанкапы Серконгаримпаче по тексту, посвященному стадии зарождения Чакрасамвары линии Махасидхи Луипы. Текст этот составил великий тибетский мастер Аку Шераб Гьяццо. Так что мои объяснения основываются на этих учениях. В целом, когда мы хотим узнать что-то о Тантре, очень важно проверить почему. Почему мы хотим узнать больше об этой теме? Почему мы хотим практиковать? И как мы устанавливали свою мотивацию в начале этой лекции? Главным побуждением должно быть сострадание, глубокая забота о других. И очень сильное устремление Бодхичитты. Устремление к достижению не только благих перерождений, но и освобождение от бесконтрольного цикла перерождений. И после этого полностью просветленного состояния Будды. Которое позволит нам в максимальной степени помогать другим живым существам также достигать освобождения и просветления. И наше сострадание, наша забота о других настолько сильна, что мы хотим как можно максимально эффективно осуществлять этот путь. То есть побуждает нас нетерпение. Мы не хотим какой-либо простой и быстрый метод. Каким бы трудным не был этот эффективный метод, мы готовы применять его для того, чтобы как можно быстрее достичь просветления и помогать другим. С сильнейшим энтузиазмом, с подобным доспеху о прилежаниях, как это называется, мы готовы претерпевать любые трудности в практике Высшей Йога Тандры. Мы не упрощаем этот путь. У нас нет ложных представлений о том, что он будет простым. Но мы готовы осуществить его для того, чтобы помогать другим. Это очень важно. И с этим реалистичным отношением к Тантре. для того, чтобы по-настоящему смочь ее практиковать. В дополнение к самым основам буддизма, к тому, что Лама Цанкапа называет тремя основами пути, то есть отречению бодхичити и пустотности, мы также должны обладать уверенностью в Тантрическом пути в целом и, в частности, в пути Высшей Йога Тантры. Уверенность. Это очень важно. Это означает, что мы не просто понимаем, как путь устроен, каким образом он приведет нас к просветлению. Мы также убеждены в том, что он сработает. И, кроме того, в том, что мы действительно способны следовать по этому пути, чтобы прийти к высшей цели – просветлению. В противном случае непонятно, чем мы занимаемся. Мы делаем что-то, чего не понимаем, не понимаем, как устроен путь и не знаем, приведет ли он нас к цели. Довольно странная практика получается. Вы можете возразить. Это, безусловно, не только буддийский метод, он индийский по происхождению. Метод, в котором Вы сразу предлагаете аргументы, которые выдвинет Ваш оппонент и отвечаете на них. Ну, Будда не сказал, что если вы выстрелили аргументом, то не нужно спросить, кто выстрелил аргументом, и так далее. Как это будет убить меня? Вы просто хотите выстрелить аргументом. Видите, Будда говорил, что если в Вас попала стрела, Вы не спрашиваете себя, кто изготовил эту стрелу, как быстро она меня убьет. Ваше главное желание – как можно скорее вытащить ее из своего тела. Поэтому зачем нам понимать что-то в этой практике? Мы можем просто следовать ей на основе веры в своих учителей. И хотя у некоторых практикующих такой подход сработает, Будда учил множество стилей практики. Так что можно сочетать эти два подхода. Мы начинаем вступать на путь тантры, но для того, чтобы у нас была прочная основа, нам нужно понять, что мы делаем, и быть уверены, что это будет работать. Мы начинаем вступать на путь тантры, но для того, чтобы у нас была прочная основа, нам нужно понять, как путь устроен и к чему он нас приведет. Потому что, я уверен, что многие из вас взяли эти поддержки, эти инитияции, based on just confidence that, well, my teacher said it would be good, His Holiness the Dalai Lama is giving it, and let's go, do it, without having any clear understanding of what you're getting involved with. Многие из вас получали посвящение на основе того, что учителя говорили, что было бы хорошо их принять, или говорили, ну да, это же Его Святейство Dalai Lama передает, давайте поедем. So that's the first approach, just pull out the arrow. Это первый подход, просто вытащить стрелу. Теперь, когда вы уже вступили на этот путь, если мы посмотрим на тексты, относящиеся к тантре, В текстах посвященных тантре сказано, что перед посвящением, в начальном его этапе, учитель описывает тантрический путь для того, чтобы вселить в учеников веру. Это часть ритуала посвящения. Хотя на это уйдет не слишком много времени, вы не успеете умереть от этой стрелы, но, тем не менее, объяснение может быть весьма обширным. И таким образом эти два подхода сочетаются. So, now that some of you have received the empowerment in order to really practice it with conviction, it's very helpful to know how it works. Теперь, когда некоторые из вас получили это посвящение, для того, чтобы практиковать его с убежденностью, хорошо было бы понять, как этот путь устроен. Следующий вопрос. Зачем нам еще одно божество? Разве их мало? Зачем нужен чакра самвара? Зачем нужен чакра самвара? Вопрос совершенно справедливый. Есть великое множество практик различных божеств. Зачем нам нужно еще одно? И здесь важно понять, каков общий метод, который используется в анутра-йога-тантре. Когда мы рассматриваем различные аспекты, которые применяются на этом пути, то видим, что он весьма сложен, весьма непрост. Все практики, относящиеся к анутра-йога-тантре, дают общее представление о пути, но в то же время сосредотачиваются на каких-то отдельных его аспектах. И система чакра самвары делает особый упор, особо подробно рассматривает один из таких аспектов. И вначале я опишу весь контекст пути, после чего вы поймете, на чем именно чакра самвара делает упор, и для чего предлагает наиболее обширные практики. Если мы посмотрим на структуру ламрима по этапному пути к просветлению, то увидим, что все выстроено вокруг темы перерождения. Грань, отделяющая практику дхармы от нет-хармических практик, это забота о наших будущих рождениях, о перерождении. Мотивация начального уровня — это желание повторно обретать и вновь драгоценное человеческое рождение, для того чтобы у нас была возможность продолжать практиковать на пути. Но мы осознаем, что независимо от того, какое рождение мы обрели, благое или неблагое, наша жизнь все равно полна проблем. И в нас возникает желание освободиться от бесконтрольного цикла перерождений. Именно это и подразумевается под сансарой — бесконтрольное перерождение. Мы желаем достичь освобождения. А на продвинутом этапе пути мы хотим пойти дальше и достичь просветления Будды для того, чтобы помогать другим живым существам освобождаться от бесконтрольных перерождений. И на среднем этапе практики Ламрима после того, как объяснены различные виды страданий и причины страданий, то есть карма и омрачение, дается общее описание процессов смерти, пребывания в Бардо и перерождении. И затем дается очень подробное описание 12 звеньев взаимозависимого происхождения, которые подробно показывают, как именно карма ведет к обретению нового рождения. И с помощью 12 звеньев мы узнаем, что главная причина этого процесса — наше неосознавание, термин, который часто переводят как «невежество». И поскольку система 12 звеньев присутствует как в Хинаяне, так и в Махаяне, и в частности в системе Прасангак и Мадхьянаки, то есть неосознавание подразумевается неосознавание реального способа существования личности — как существуем мы сами и как существуют другие существа. Но в Махаяне, и в частности в системе Прасангак и Мадхьянаки, в соответствии с тем, как ее объясняют в традиции Гилук в линии Ламы Цанкапы, Исток этих 12 звеньев, их корень, первое звено — это неосознавание того, как существуют вообще все явления. На продвинутом этапе к этому добавляется бодхичитта — сила ума, позволяющая постичь пустотность, то есть невозможный способ существования всех явлений. Мы проецируем или воображаем, что все существует невозможными способами. Что все явления сами себя действительно обладают существованием независимым от всего остального. А это совершенно не соответствует реальности. И постижение пустотности подразумевается понимание того, что наши представления полностью не соответствуют реальности. И мы понимаем, что все возникает во взаимозависимости на основе причинно-следственной связи и как обозначения. Но это не лекция о пустотности. Мне просто нужно было это сказать. Итак, нам нужен ум, который неконцептуально постигает пустотность всех явлений. Чтобы в этом уме не возникали различные беспокоящие эмоции, потому что все беспокоящие эмоции проистекают из неосознавания. Мы как бы говорим, я вот существую независимо ни от чего, а там вот эта вот раздражающая вещь, которая также существует независимо, и мне нужно от нее избавиться. И когда у нас больше нет этих беспокоящих эмоций, мы свободны от цепляния за независимое существование или за подлинное самобытие, как это обычно называют. В этом случае не остается ничего, что могло бы пробудить кармические склонности. Когда их нечему пробуждать, когда ничто не может активировать эти кармические склонности в момент смерти или перед ним. Нельзя сказать, что у нас продолжают существовать эти кармические склонности, а их существование полностью зависит от того, могут ли они привести к какому-то следствию. И тогда вы достигаете свободы от бесконтрольных перерождений. И для того, чтобы помочь другим существам, нам нужно проявиться в каком-то физическом теле, которое было бы свободно от тех ограничений, которые связывают наше созданное кармой тело. Итак, замечательно. Очень сложно, правда. Если мы осуществляем это на общих путях сутры и обретаем неконцептуальное постижение пустотности, и даже если это постижение подкреплено силой Бодхичитты, и даже если мы способны все время поддерживать это постижение, мы все равно это осуществляем на уровне ума, в котором вновь могут возникнуть обеспокоящие эмоции. На уровне ума, который, выйдя из неконцептуального сосредоточения на пустотности, вновь произведет эти видимости. Другими словами, мы продолжаем работать на уровне умственной активности, который связан со множеством опасностей. Потому что за исключением тех периодов, когда мы неконцептуально постигаем пустотность, этот уровень ума порождает всевозможные проблемы. Это уровень сутры. Если вы можете на этом уровне ума постоянно удерживать постижение пустотности, то хорошо, никаких трудностей перед вами не возникает. Но, давайте скажем так, много времени мы не сфокусированы, даже когда мы способны сфокусироваться несконцептуально на пустотности, мы не сфокусированы на это все время. Вы должны пройти большую часть практики, чтобы это было все время. Но, будем откровенны, мы не сосредоточены на пустотности постоянно. Даже когда мы обретаем способность неконцептуально постигать пустотность, нам все равно нужно осуществить великое множество практик для того, чтобы развить способность удерживать это постижение постоянно. Это не так-то просто. Возможно, но сложно. Однако существует и более тонкий уровень ума или умственной активности, который называется тончайшим уровнем ума или иногда это называют ум ясного света. И, пожалуйста, поймите, что когда мы говорим ум, мы подразумеваем умственную активность. Мы не говорим о какой-то штуке, которая находится у вас в голове, подобно мозгу. Речь идет об умственной активности. И здесь мы подразумеваем уровень ума, который гораздо тоньше, чем тот уровень ума, который опирается на функционирование мозга. Это тончайший уровень, который поддерживает непрерывность нашего сознания. Его переход из одной жизни в другую и, в конечном итоге, обретение состояния Будды. Этот уровень ума нам трудностей не доставляет. Он настолько тонок, что тоньше того уровня ума, который создает проекции, этот уровень ума проекции не создает. В нем не возникает никаких обеспокоящих эмоций. И он полностью свободен от концепций. Это не так-то просто понять. Для этого нужно понять, что такое концептуальное постижение. Если объяснять это кратко, концептуальное постижение – это когда мы воспринимаем явления в контексте каких-то категорий. Когда мы постигаем что-то в контексте категорий, нам кажется, что вещи как бы распределены по таким ящикам – красивое, некрасивое, хорошее, плохое, красное, желтое, оранжевое. Но, разумеется, явления не существуют в таких ящиках, которые отделены друг от друга плотными стенками. Хотя именно такое впечатление на нас производит язык. Итак, этот уровень ума ясного света тоньше, чем тот уровень, с помощью которого мы постигаем категории явлений. Вопрос в том, как нам достичь этого уровня умственной активности. Потому что, если бы с помощью этого уровня ума мы добились постижения пустотности, это было бы гораздо эффективнее, потому что этот уровень уже неконцептуален. И, кроме того, это уровень, который не создает всевозможных проблем. И, хотя у нас есть доступ к этому уровню умственной активности в момент смерти, в нем естественным образом не возникает постижения пустотности. Хотя видимости, которые он порождает в этот момент, похожи на те видимости, которые будут возникать, когда мы постигнем пустотность. Этот уровень ума не распознает пустотность в этот момент. И он не испытывает блаженство сам по себе. Во всяком случае, в соответствии с объяснениями школы Гилу. Под блаженством подразумевается блаженство свободы от беспокоящих эмоций. И здесь оно не возникает естественным образом. В момент смерти все равно присутствуют различные кармические склонности. То есть, свобода от них не возникает сама по себе. Другое дело, что в этот момент они не порождают никаких видимостей. Так или иначе, это объяснение традиции Гилу. В традиции Сакхи это объясняется по-другому, но в данном случае не нужно предлагать разных вариантов. И вот наша миссия, наша задача. Почему мы практикуем Анутра-йога-тантру, высший класс тантры? Мы хотим обрести доступ к этому уровню активности ума, ума ясного света. Мы хотим, чтобы он обрел постижение пустотности, которое по умолчанию будет неконцептуальным, и хотим наделить его блаженством. Это называется нераздельным блаженством и пустотностью. В традиции Гилук этот термин используется очень часто, но не так-то просто понять, что под ним подразумевается. Итак, как же нам обрести доступ к этому уму ясного света без процесса смерти? Разными способами мы можем переживать некое подобие того, что произойдет в момент смерти. Например, что-то подобное возникает, когда мы чихаем. Зеваем или переживаем оргазм. Потому что за мгновение до того, как мы чихнем или зевнем или испытаем оргазм, происходит, показанное профессором втягивание энергии. В этом секунде после втягивания энергии возникает нечто подобное уму ясного света. К сожалению, в следующее мгновение энергия обратно распространяется, и все это оказывается впустую. Но это в некотором роде показывает, что есть более тонкий уровень, который возникает, когда энергия втягивается. Мы стремимся к тому, чтобы произошло втягивание энергии, за которым не последует ее взрыв. Стремимся удержать ее. И есть два основных способа это осуществить. Один из них — это работа с энергиями. Так называемыми энергиями ветрами или дыханием. Энергия, ветер и дыхание — это одно и то же. Здесь подразумевается тонкая энергия. Тонкая энергия, которая движется по системе каналов, чакр и так далее. Итак, один из методов — это работа с этими, чтобы привести их в центральный канал. И чтобы привести их в... что же мы говорим? ...вести их в ментальную активность, чтобы оттягиваться от энергии с их базой. Это обычно называется «дизолв». Но «дизолв» — это неправильный идеал. Итак, один из методов — это работа с этими энергиями с целью собрать их в центральном канале для того, чтобы основой умственной активности перестали быть грубые уровни этой энергии. Обычно для этого используется термин «растворение», но в данном случае он не очень удачен. И другой метод — это работа внутри центрального канала, когда мы испытываем возрастающие уровни блаженства. И оба этих метода приведут вас к одной и той же точке на пути, в которые вам придется дополнительно втянуть умственную активность. Оттянуть её от восьмидесяти грубых уровней умственной активности и так называемых трёх тонких уровней. После чего вы получите доступ к деятельности ума на уровне ясного света. Хотя это сложно, это, по крайней мере, вселяет в нас некую уверенность в том, что весь этот процесс уже как бы нанесен на карту, уже расписан. В традициях школ новых переводов, в тантрической традиции школ Кагию, Сакья и Гелук используется именно этот метод. В то время как в системе НИММА, хотя бы и практиковали все эти методы на более ранних этапах пути, В самом момент обретения доступа к уму ясного света, который называется РИКПА, чистым осознаванием. Вам не нужно в ходе этой сессии практики вначале заниматься разными практиками, связанными с контролем над ветрами. Вы устанавливаете более прямой контроль, прокладываете прямой доступ к этому состоянию РИКПА на основе отпечатков или инстинктов, которые развели в ходе практик медитации системы Дзакчен. То есть мы работаем либо с ветрами, либо с уровнем блаженства в центральном канале. И в ходе самой практики для того, чтобы обрести доступ к ясному свету, мы продвигаемся по этапам для того, чтобы установить контроль. В то время как в системе НИНГМА в рамках той же сессии практики вам не нужно заниматься этими практиками управления энергией, РИКПА в данном случае не точное соответствие, но достаточное для наших нужд, для сегодняшнюю лекцию. Но, тем не менее, эти практики контроль над энергиями вы выполняли ранее. Так что не нужно думать, что эти системы настолько отличны друг от друга, что несовместимы. Все они стремятся к одной и той же цели. Дойти до тончайшего уровня ума. Наделить его блаженством. Разумеется, необходимо, чтобы все это подкрепляло энергия Бодхичитты. Обрести неконцептуальное постижение пустотности. И по умолчанию оттянуть это осознавание от более грубых ветров, поддерживающих грубое состояние ума. Знаю, звучит довольно сложно, но такова общая картина. Теперь мы сосредоточимся на SARMA, тантрической системе школ новых переводов. Итак, в некоторых системах, в школах Сакья, Кагью и Гилук, В некоторых тантрах, а мы здесь говорим об уровне высшей йога-тантры, больший упор делается на работу с тонкими ветрами, с тонким дыханием. Наиболее подробно этот процесс описан в системе Гухи-самаджи. И есть другие тантры, в которых гораздо более подробно и обширно применяются, практики переживания четырех видов блаженства в центральном канале. И это система чакра-самвары. Чакра-самвара gives the most detail for that. И это система чакра-самвары. Именно в чакра-самваре этот процесс описан наиболее подробно. Хотя достичь тонкого состояния ума можно, используя любую из этих систем, в некотором смысле полезно иметь опыт практики их обеих. В зависимости от особенностей нашей энергетической системы нам будет легче практиковать один из двух видов. И во всех этих системах мы стремимся к достижению тончайшего состояния ума, неконцептовального постижения пустотности, совмещенного с блаженством. Блаженством подлинного устранения препятствий на пути достижения освобождения и просветления. И в этом состоянии мы желаем породить форму, которая станет причиной обретения тела Будды. В системах, которые делают больше упор на работу с тонкими ветрами, тело, которое мы порождаем в практике, называется иллюзорным телом, которое обретается благодаря работе с этими тонкими ветрами. И в системе Чакрасамвара мы обретаем тело, которое называется раджным. Больший упор делается на аспекте блаженства. Очень мило. Все это осуществляется на так называемой завершенной стадии. Это вторая стадия практики анутра-йога-тантры. Первая стадия называется стадии зарождения. Практикуя ее, мы выполняем все эти этапы в своем воображении. На завершенной стадии мы по-настоящему работаем с энергетической системой, центральными каналами и так далее. В то время как на стадии зарождения мы просто воображаем эти процессы. Система Гухи-Самаджи подразумевает обширные визуализации растворения различных ветров. В практике Чакрасамвара мы используем чрезвычайно обширные визуализации, которые позволяют нам представить разные уровни блаженства. И хотя я мог бы дать гораздо больше деталей, описать этот процесс гораздо более подробно, думаю, что этого было бы достаточно. Чтобы ответить на поставленный вопрос, зачем нужно еще одно божество, почему нам нужна Чакрасамвара. Чакрасамвара will help us to experience the stages of bliss within the central channel that will enable us to reach subtlest level of mind. Чакрасамвара позволит нам пережить различные уровни блаженства в нашем центральном канале, что позволит нам достичь тончайшего состояния ума. И к этому мы добавим постижение пустотности и все остальные практики. Чтобы достичь состояния Будды. Кстати говоря, эти уровни блаженства делают энергии более тонкими. Другими словами, мы достигаем одной и той же цели двумя разными методами. Один процесс – это привлечение всех этих энергий в центральный канал. Это тесно связано с различными дыхательными практиками. И активность ума все больше и больше отдаляется от этих энергетических ветров. Другой метод, метод Чакрасамвары – это порождение возрастающих уровней блаженства, благодаря которым умственная активность также отдаляется от грубых ветров. И в этом вся суть. Наша цель – дойти до тончайшего уровня активности ума. Мы не просто играемся с какими-то визуализацией, мы испытываем все больше счастья. Мы здесь все это обсуждаем на таком обыденном уровне. Но если мы поймем, какова цель различных визуализаций, применяемых в практике Чакрасамвары, это внушит в нас подлинную уверенность. Практикуя садхану, я использую воображение для того, чтобы создать причины, которые позволят в будущем мне осуществить все эти этапы. Итак, это Чакрасамвара. Уровень практики, который мы можем осуществлять на начальном этапе, может быть настолько упрощенным, что в нем будут отсутствовать все эти этапы. И это будет обобщенная практика, которая может применяться по отношению к любому божеству. Но помните, мы это делаем для того, чтобы установить самую основу. Это такой младенческий уровень практики. И очень важно в определенной степени освоить этот уровень с помощью очень простой садханы. Но при этом нужно помнить, к чему путь ведет. Осознать, что поднявшись по ступеням Ламрима, что, надеюсь, нам удастся. Мы достигнем определенного этапа, первой ступеньки практики стадии зарождения. А после этого нам еще придется подняться по лестнице стадии завершения. Но если в нас есть уверенность, вот передо мной лестница, все эти этапы, и я ясно вижу цель, которую эта лестница ведет, то, хотя идти по ступенькам может быть и нелегко, мы уверены в том, что продвигаемся в нужном направлении. И даже если в этой жизни нам не удастся так уж далеко пройти, помните, что мы не упускаем из виду базовый этап практики Ламрима, который позволяет нам достичь благого человеческого рождения и продолжить продвигаться по пути. Никогда не игнорируйте этапы Ламрима. Это такая, немножко информации, которая, возможно, что-то вам расскажет об этой практике. Итак, во-первых, что обозначает само имя Чакрасамвары? По-тибетски Чакрасамвара звучит как Корлодомпа. Объяснение всегда начинает со второй части имени, Самвара, и Самвара объясняет собранное, обозначает собранное вместе. А Корло, то есть чакра, это круг, и здесь под этим кругом подразумеваются божества, символизирующие тело, речь и ум. Все аспекты тела, речи и ума собраны воедино в контексте неконцептуального полного блаженства постижения пустотности. Иногда эту систему называют просто Самвара, без слова чакра, и Самвара здесь подразумевает собранное вместе. Но тибетцы разделяют Самвара на две части, приставка Сам и корень Вара. Самвара на две части, приставка Демчок. Сам переводится как Де, то есть Высший, а Вара переводится как Чок, то есть Высший. Чок means Supreme, и Де блаженство, а Вара высший. Таким образом возникает слово Демчок, Высшее блаженство. Высшее блаженство. Другое слово, которым называют Чокрасамвара, это Хирука. Первый слог Хе обозначает действие посредством какого-то предмета, радостное действие. Второй слог Ру, это сокращенная форма санскритского слова Кровь. Ка, это краткая форма санскритского термина, которым обозначается Чаша из черепа. Таким образом само слово Хирука означает существо, радостное играющее или действующее, держа в руках чашу из черепа полную крови. И разумеется, у этого есть очень много уровней смысла. Это представление или символ разных процессов тонкой энергетической системы, которые мы используем для достижения тончайшего уровня ума. Из-за этой этимологии слова Хирука, тибетцы иногда называют Хируку Чактун, то есть Кровопийца. Это не означает, что Хирука вампир, пожалуйста, не переводите это словом вампир. Это разные имена этого божества, и в традициях Кагью и Нингма слово Хирука иногда используется для обозначения любого божества мужского пола. Но в традиции Гилук слово Хирука с этим смыслом не используется. Все это различные имена этого божества и названия этой системы. Иногда этим именем называют только центральное божество, а иногда все собрание божества в полном собрании божества Чакрасамвары 62 образа. Итак, что же мы изучаем? Каковы коренные тексты? Существовало две версии полной тантры Чакрасамвары, одна в трехстах тысячах шлок и одна в ста тысячах шлок. Эти коренные тантры не были переведены на тибетский язык. На санскрите шлокой называется одна строфа, четверостишая с определенной метрикой. Это относится ко многим тантрическим системам. Во многих системах коренные тантры не были перенесены из Индии в Тибет и были утеряны или, по крайней мере, частично утеряны. Но есть и краткая коренная тантра, и она была переведена на тибетский язык. В ней 51 глава. 51 глава соответствует 51 букве санскритского алфавита. Коренная тантра по большей части посвящена практикам завершенной стадии. На нее есть много индийских комментариев. Когда мы говорим об анутри-йога тантрах, мы разделяем их на два класса. На два вида явные тантры и так называемые скритые тантры. Под явными или очевидными тантрами подразумевается кала чакра. И там практики, в данном случае совершенно особые практики, которые мне не нужно описывать детально, объясняются открыто. В скрытых туманных тантрах практики объясняются очень скрытым, неочевидным образом. Совершенно непонятно иногда, о чем идет речь. И поэтому существуют так называемые разъяснительные тантры, которые объясняют смысл. Такая разъяснительная тантра, например, существует в системе Гухи Самаджи, такая же существует и в чакрасамваре. И Лама Цанкапа объясняет, что существует коренная тантра чакрасамвары, разъяснительные тантры и так называемые вспомогательные или дополнительные тантры. Ведутся споры, существуют ли четыре или пять разъяснительных тантр. Лама Цанкапа утверждает, что разъяснительных тантр пять, но в другой своей работе говорит о шести тантрах, если к их числу относить коренную. Существует санскритский оригинал всех этих материалов. Поэтому, когда Бутон Ринчандруб, великий сакьяпинский мастер, собирал кангюр собрание слов Будды, он включил только те работы санскритского оригинала. Так что тот факт, что коренная и разъяснительные тантры вошли в собрание кангюра добавляют дополнительный авторитет этим текстам. Для тибетцев это очень важно. Однако, и по этому поводу можно вступить в споры, в особенности в связи с так называемыми раскрытыми сокровищами. Было ли то, что Ваджадхара раскрыл в Индии более авторитетным, чем то, что Ваджадхара раскрыл бы, например, в Тибете? Но, так или иначе, у Бутон Ринчандруба были свои принципы. Существует три главных линии Чакрасамвары, которые происходят от трех великих индийских мастеров. Их звали Луипа, Гантапа, которого тибетцы называют Джильбупа, и Кришна-чарья, по-тибетски Накпопа. Линия Дрильбупы или Кхантапады включают практики как пяти божеств, так и телесные мандалы. И, как я понимаю, посвящение, которое вы получили от Его Святейшества Далай-Ламы, было посвящением пяти божеств линий Гантапы. Итак, каковы же отличия? Получив видение, увидев видение в Аджадхару, опять же, это было видение, но оно произошло в Индии, так что это нормально, Дрильбупа записал коренную тантру и разъяснительные тантры. Луипа. Но традиция Луипа особенно примечательна описанием различных видов деятельности, проистекающих из практики. И практика стадии зарождения в Лении Луипы наиболее подробно описана. Это самая обширная форма. В мандале 62 божества. И эти 62 божества присутствуют как во внешней мандале, во дворце, мандалы вокруг нас, так и в разных частях нашего тела, где они присутствуют как телесная мандала. Это наиболее сложная форма практики стадии зарождения Чакрасамвары. Именно ее в первую очередь практикуют в Гелупинских монастырях. Традиция Луипы. Накпопа наиболее ясно объясняется, как практики завершенной стадии описаны в коренной тантре. Именно поэтому его традиция особо используется для изучения коренных тантрических текстов. Должен сказать, что мне ни разу не довелось встретить в традиции Гелук практикующих, которые выполняли бы садханы линии Накпопы. Но, разумеется, такие люди существуют. Однако, в первую очередь, эта традиция применяется для объяснения коренных текстов. Практика телесной мандалы уникальна тем, что посвящение на нее передается на основе телесной мандалы учителя, а не внешней мандалы. Там очень подробно объясняются практики стадии завершения. И линия дрель-бупы используется, когда вы хотите глубоко изучить смысл практик завершенной стадии. Его Святейшество для понимания коренных тантр всегда рекомендует опираться на разъяснительные тантры самого Ваджадхары и изустную традицию, восходящую к Наропе. Это обычная рекомендация, которую всегда дает Его Святейшество. Все тибетские традиции восходят к Индии. Произошли из Индии, поэтому его Святейшество всегда подчеркивает значимость опоры на индийские тексты, а не на позднейшие тибетские комментарии. Тибетские комментарии могут прояснить смысл индийских текстов, но опираться в первую очередь нужно на индийские источники. Опять же, просто на уровне информации, не знаю, будет ли вам интересно или полезно, чтобы дать побольше информации. Как я уже говорил, завершенная стадия, в которой вы работаете с четырьмя уровнями блаженства в центральном канале, это главная тема, которой посвящена коренная тантра и разъяснительной тантре. Еще одно отличие состоит в том, что традиции Луипы разделяет завершенные стадии на шесть этапов, традиция Дрильбупы на пять этапов и традиция Накпопы на четыре стадии. И вторичные фигуры, так называемые Дакас и Даккини, даже на генерационной стадии, у нас есть две традиции. Что же до второстепенных образов в Мандале, так называемых Даков и Даккинь, есть две традиции. В соответствии с линией Луипы у них по четыре руки, в соответствии с линией Дрильбупы по две. Какой делаем вывод? Неважно, сколько у них рук. Не цепляйтесь за то, четыре у них руки или две. У всего много вариантов. Добро пожаловать в мир тибетского буддизма. Это очень интересный вопрос. Я читаю книгу индийского автора Раджива Малхотра, которая называется «Быть другим». В которой он пытается показать, насколько отличны дхармические традиции, то есть индуизм, буддизм и джайнизм от авраамических традиций, и христианства и иудаизма. Ислам он не затрагивает, но он также бы относился ко второй стороне. В авраамических традициях произошло очень непростое слияние, соединение авраамических традиций с греческим рационализмом. И поэтому, когда в этой традиции возникает какой-то хаос, какой-то беспорядок, противоречие, всем это доставляет огромное неудобство. Все должно оставаться в порядке, должен быть единый порядок, единый Бог и единая истина. В то время, как в дхармических традициях Индии, хаос никого не беспокоит, хаос не нужно контролировать. Потому что игра ясного света, как это называется в буддизме, лежит в основе всего многообразия явлений во Вселенной. Так что те из вас, кто бывал в Индии, знают, что может существовать общество, которое прекрасно функционирует, но с западной точки зрения является совершенно хаотичным. Поэтому, пожалуйста, когда вы пытаетесь практиковать буддизм или хиндуизм, или что-то, если вы пытаетесь практиковать буддизм или индуизм с западным подходом, желая, чтобы все было упорядочено, то вас ждет жестокое разочарование. Две руки, четыре руки, да какая разница? Индийский подход. Постарайтесь к этому привыкнуть. Некоторые из вас, возможно, слышали о хирургии-ваджрасатве. В Анутра-йога-тантре есть посвящение ваджрасатве-самвары. Самвара, как мы говорили, это одно из имен хирургии-чакар-самвары. У этого божества три лика, шесть рук, и он белого цвета, и обнимает подобную себе супругу. И эта линия практики содержится в собрании посвящений, называемом ваджамала. И в этой практике вы представляете себя как ваджрасатву в этой форме. Это практика традиции Гиллуп. Но это невероятно редкая практика, ее, как правило, никто не практикует. И когда в наших обычных практиках чакар-самвары мы встречаемся с хирургой-ваджрасатвой, это не то божество. Это обычные ваджрасатвы в союзе с супругой. Возможно, у них клыки поострее, но какая разница? И несколько слогов в мантре отличаются. Здесь вы говорите хирурга-сатва, а не ваджрасатва. Вы также имеете варианты ямантага-сатва, вы также имеете варианты падма-сатва. Но есть также варианты ямантага-сатва, падма-сатва. Одно и то же. Не важно. Это очень важно. Это очень важный момент. Есть великое множество различных полей, деревьев, прибежища, полей накопления заслуг. Но по сути это все одно. Поэтому совершенно бесполезно пытаться привести это в некий единообразный вид. Кроме того, это отвлечет нас от сути практики. Попытайтесь дойти до сути, до глубинного смысла, единства, которое лежит в основе всех этих разнообразных практик. Это чрезвычайно важный момент, и Малхотра его совершенно изумительно описывает. И в традиции Гилук, если мы следуем именно этой традиции, в лимни Ламы Цанкапы, Важно знать, что практиковал сам Цанкапа. Он практиковал шесть основных систем высшей йога-тантры. В системе Гухи Самаджи существуют различные формы. Он практиковал форму Акшопьи, то есть центральное божество в этой Мандале – это Акшопья. Практикуя Чакрасамвару, он в первую очередь следовал линии Луипы. Практикуя систему Ваджи Бхайравы, он следовал двум основным линиям. Линии тринадцати божеств, которые на самом деле являются тринадцатью парами супругов в союзе, и линию одиночного героя Ваджи Бхайравы. Далее Кала Чакра, и, наконец, Ваджа Пани в форме Маха Чакры. Это форма Ваджа Пани, относящаяся к Анутра Йога Тантре. У него три лика, шесть рук, очень милая практика. Что же до практики завершенной стадии Анутра Йога Тантры, Лама Цанкапа поддерживал восемь основных линий. В системе Чакра Самвара, опять же, линия Луипы, завершенная стадия линий Луипы. Практика телесной мандалы Чакра Самвары, линии Дриль Бхупы, то есть всего две системы Чакра Самвары. Шесть йог, или шесть практик Наропы, Кала Чакра, две линии Гухи Самаджи, так называемая линия Ария, восходящая к Ария Деви, и линия Джняна Пада, завершенная стадия практики Ваджи Пхайравы, и завершенная стадия практики Махачакры Ваджрапани. И если мы хотим следовать линии Гилук, вот она вся перед нами. Одна из особенностей линии Гилук, особо характерная для линии передачи самого Ламы Цанкапы, это практика единства трех божеств Гухи Самаджи, Хируки и Ямантаки. В этих трех системах, когда их практикуют в монастыре, особый упор делается на форме Акшоби, системы Гухи Самаджи, линии Луипы, системы Чакра Самвары, как вы помните, это та, в которой шестьдесят два божества присутствуют во внешнем Мандале и шестьдесят два в телесной, и практика Ямантаки или Ваджрапхайравы тринадцати божеств. Итак, эта трагедия Тилбупа традиция, которую вы получили, это, в основном, пролиминальная для практики Тилбупа Боди Мандала. Посвящение, практика пяти божеств Хируки Чакра Самвары, посвящение, на которое вы получили, это, по сути, подготовка к практике Тилесной Мандалы, линии Трильбупы. Когда эти три системы объединяются, а это уникальная особенность традиции Гилук, Гухи Самаджи выступает в качестве основы. В этой системе существуют индийские комментарии, которые разъясняют смысл коренных текстов и объясняют, как расшифровать значения коренных текстов. Ямантака используется, в первую очередь, в контексте практик Манджушри, предназначенных для развития различающего осознавания. И именно в этом контексте, в традиции Гилук, выполняются все практики защитников. Если вы практикуете Махакалу, Ямараджу или Балден Хамо, мы говорим только об Махакалу, Ямараджу, Палден Ламо, оцеп. И если вы практикуете Махакалу, Ямараджу или Балден Хамо, а это три значимых защитника традиции Гиллук, то вы приглашаете этих защитников в Мандалу Ямантаки и сами в образе Ваджа Пхайра вы отдаете им приказ. Разумеется, есть и другие практики защитников, эти три я упомянул в качестве примера. Для того, чтобы отдавать приказы этим защитникам, повелевать ими, вам нужно проявиться в очень мощной форме. Именно поэтому используется Ваджа Пхайра. Практика, система Чакрасамвара используется для практики Туммо, внутреннего огня, который чрезвычайно важен для переживания разных видов блаженства, о которых я упоминал. Для того, чтобы заполнить разные лакуны, существующие в системе Гухи Самаджи, которая выступает в качестве основы, мы изучаем и практикуем также системы Ваджа Пхайравы и Чакрасамвары. Соленец объясняет, что эти три основы, и если вы можете делать другие нутри-йога практики на стороне, то это нормально, но без основы Гухи Самаджи, Чакрасамвары и Ваджа Пхайравы, это не соответствует. Его святейшество объясняет, что эти три практики — это основа. И если вы выполняете практики других божеств в качестве дополнительных, это уместно, но без основы из Гухи Самаджи, Чакрасамвары и Ваджи Пхайравы выполнять другие практики неуместно. В традиции Гулук некоторые практикующие делают особый упор на практику Ваджи Пхайравы. Ваджи Пхайравы — это супруга главной фигуры Чакрасамвары, главного образа Чакрасамвары. И я процитирую слова Его святейшества, относящиеся к практике Ваджи Пхайравы, его слова из учения, посвященного этой практике Чакрасамвары. Его святейшество сказал, из 18 томов сочинений Цанкапы, 5 томов посвящены Гухи Самаджи. Это главная тема, о которой он писал. А Ваджи Пхайравы посвящены три страницы. И в своем комментарии к краткой коренной тантре Чакрасамвары Лама Цанкапа всего несколько слов говорит о Ваджи Пхайравы. Его святейшество говорит, что если у вас есть особая связь с линией Сакья и практикой Ваджи Йогини, кстати говоря, практика Ваджи Йогини в Гилуг была позаимствована из школы Сакья, столетия спустя после жизни Лама Цанкапы. То если у вас есть особая связь с Сакья и Ваджи Йогини, разумеется, хорошо выполнять эту практику. Но если вы практикующий традиции Гилуг, давая эти учения, его святейшество обращался к собранию монахов Ганденцера и Дрипунг, тантрических колледжей Гютой Гютмет и монастыря Намгял. Если вы практикующий традиции Гилуг, то должны практиковать Гухья Самаджу, Чакрасамвару и Ямантаку и следовать словам Лама Цанкапы. Его святейшество не призывает к прекращению практики Ваджи Йогини в традиции Гилуг. Он говорит, что если ее практикуют частно и в качестве дополнения, то она полезна, но не в качестве главной монастырской практики. И мы можем распространить этот совет и на центры, на дхарма-центры, если мы практикуем Ваджи Йогини частно, в качестве дополнительной практики это хорошо, но это не должна быть главная практика, выполняемая центром совместно. Но в особенности эти слова относятся к тантрическим колледжам и монастырю Намгял. И его святейшество подверг жесткой критике склонность некоторых отказываться от практики Гухья Самаджи и вместо нее осуществлять практику Ваджи Йогини. И как же соединяются эти три практики? Это нечто уникальное, уникальная черта линии Ламы Цанкапы. На стадии зарождения, когда мы практикуем садханы, мы, по словам Ламы Цанкапы, должны практиковать все три линии. Потому что в практике Чакра Самаджи будут гораздо более подробные визуализации, связанные с четырьмя видами блаженства. В практике Гухья Самаджи, визуализации, связанные с испусканием иллюзорных тел для помощи другим существам. И Ваджрабайрава, как Манджушри и его сердце, это особенно эффективно для очень специальных практик, для разработки различных типов дискриминации и знания, и также делать все практики защитников. А практика Ямантаки, в сердце которого мы представляем Манджушри, особенно полезна для развития разных видов распознавающей мудрости и выполнения практик защитников. На завершенной стадии, когда вы уже готовы к ней, основная форма, которую вы представляете себя, практикующего, это форма Ваджрабхайравы. Потому что это вместилище, в котором вы можете воедино соединить практики ветров Гухья Самаджи и уровней блаженства Чакрасамвары. А, basicly, what you do within the context on the complete stage of Vajrabhairava, the dhumo practices from Chakra Самвара, as Vajrabhairava, you do the dhumo practices of Chakra Самвара within the context of Vajrabhairava. Представив себя как Ваджа Бхайрву, в контексте этой практики вы осуществляете практики Туммо и системы Чакрасамвары и практики порождения иллюзорных тел на основе ветров в соответствии с системой Гухи Самаджи. Как вы понимаете, Ваджа Бхайрва может начитывать мандру Омани Падме Хум, может делать, в общем-то, что угодно. Эти практики друг друга не исключают. И три практики можно сочетать в контексте Лама Чопы, практики Гуру Пуджи. Вы выполняете эту практику, в самом начале вы порождаете себя в форме одного из божеств. В данном случае это Ваджа Бхайрва, Ямантака. И то, что основной фигурой на дереве гуру, это Цонгкапа, в его сердце Буддхищакхи Муни, в его сердце Буддхищакхи Муни, в него сердце Бхайрва, Ваджа Дхара. Но у вас, также, есть целая тридцать два деятей Бхайрва Мандала Гухи Самаджи. Он на Цонгкапа? Да, на Цонгкапа. Вдин Цонгкапа. Перед вами находится обширное поле собрания заслуг, центральный образ, в котором Лама Цанкапа, в сердце которого Будда Шакимуни, в сердце которого Будда Ваджрадхара, но в то же самое время на теле Лама Цанкапы вы представляете 32 божества телесной мандалы Гухи Самаджи. Затем, совершая в Лама Цанкапе подношения, вы выполняете обширные подношения в соответствии с системой Чакра Самвары. В дополнение к обычным подношениям, которые используются во всех системах, мы здесь говорим о внешних подношениях. Это обычные подношения аргам, питьевая вода. Падьям, вода для омовения стоп. Представьте, что Будда заявился к вам домой со всеми своими монахами, которые босиком ухудшились. ходят по индийской грязи, и вы вначале предлагаете им воды, чтобы выпить. Падьям, омывайте им ноги грязные, потому что они испачкались в ходе ходьбы. Анджаманам, вода для полоскания рта. Прокшанам, это вода, которая разбрызгивается, другими словами, душ, человек вспотел. Пушпе, цветочная гирлянда. Цветочная гирлянда, которую вы надеваете ему на голову, все эти подношения мы осуществляем как в практике чакрасамвары. Наша цель зародить великое блаженство, поэтому мы, например, испускаем прекрасных богинь, которые преподносят эти подношения. Дупе, благовоние, приятный запах, которым мы радуем его обоняние. Дупе, масляные лампы для того, чтобы осветить. Мы, например, сажаем его поесть, зажигаем свечу, зажигаем приятные благовония. Гэнде, благоуханная вода или духи, знаете, бывают такие салфетки, пропитанные приятными ароматами, которыми можно освежить лицо. Найвидья, приятная еда. И шабда, приятная музыка, которая вас радует, пока вы едите. Нужно представлять. Размышляя об этих подношениях, вы представляете, что Будда пришел к вам домой и думаете о том, как бы порадовать его разными способами. И для практики тантры особо характерно то, что мы также представляем, что эти богини подносят те же дары и нам самим. Мы сами испытываем это блаженство. Но в системе Чакрасамвары существует 16 дополнительных подношений, которые должны еще больше преумножить это блаженство, счастье. Больше форм музыки, хорошее развлечение. Во-первых, вина, это один из видов индийских струнных инструментов. Флейта. Флейта. Передний верхний барабан, табла своего рода. Боковой барабан, вы можете себе представить барабан, который вы держите горизонтально и стучите по его бокам. Такие барабаны очень популярны в Южной Индии. Вы представляете, что все эти дары подносят прекрасные богини. Если же вы женщина и вас особо не вдохновляет мысль о богини в подношении, вы можете представлять, что вам их подносят прекрасные боги. Как-никак, эти подношения должны разжигать в нас блаженство, заводить нас. Далее идет богиня подношений, которая улыбается и смеется. Так, богиня, которая с вами флиртует. Богиня, которая вам что-то поет прекрасную песню. Богиня, которая исполняет прекрасный танец, не в стиле Болливуда с подтанцовкой в 50 человек, а танец чрезвычайно чувственный. Опять цветы, в вас бросают цветы. Лепестки цветов, еще ароматы. И еще масляные лампы. Масляных ламп в то время в Индии не было, так что свечи. И еще больше духов. И дальше идет богиня формы, то есть богиня с впечатляющими формами, которые вас должны по-настоящему завести. Боги, вы ее подносите будги. И then vajra-teysa, to give you the most delicious delicacy. Ваджжный вкус, который должен вас порадовать невероятным вкусом. And then vajra-touch to sort of, you know, feel nice and massage you and so on. Ваджжное прикосновение, которое дарит вам радость от касания, делает вам массаж. And then a beautiful goddess or a god, whatever you want to visualize, embracing you, giving you a lovely hug. И далее богиня, прекрасная богиня или прекрасный бог, который вас обнимает. В обширных практиках вы используете все эти подношения, чтобы взрастить блаженство. И в практику Ламы Чоп, Гуру Пуджи, эти подношения были взяты из практик Чикрасамвары. И если вы хотите выполнить эти практики подробно, а не за несколько секунд пройти всю последовательность из аргам падям пушпи и так далее, поднеся все за три секунды, вы выполняете эти практики дольше, уделяя каждое из них внимание. И это позволяет по-настоящему взрастить это радостное состояние ума. Разумеется, в конечном итоге нам нужно научиться выполнять все эти практики быстро. Как всегда говорил мой наставник Циншап Сирконг Римпоче, когда явится смерть, она не будет ждать, пока мы медленно выполняем все свои практики. Нам нужно будет сделать все очень быстро. Но начинаем мы медленно. Но нужно понимать, что одна из самых базовых, простейших форм практики Чикрасамвары, которую мы практикуем на начальном этапе, это не одна из садхан. Это раздел, который присутствует, по сути, во всех садханах Чикрасамвары разных линий. Эта практика называется тройственным очищением. Садхана – это второй этап. Первый этап – это этот раздел. Тройственное очищение начинается с полного варианта практики Ваджрасатвы, в которой используется вариант мантры со словом Хирука. Разумеется, прибежище, бодхичитта, четыре безмерных – это все идет по умолчанию. Далее идет медитация на пустотности для очищения ума. Самопорождение в форме простой пары супругов Чикрасамвары с двумя руками и одним ликом. И чтобы очистить речь, вы представляете у себя на уровне пупка три цепочки слогов, которые исходят вовне, чтобы устранить препятствия на пути живых существ. Далее совершаются восемь восхвалений Чикрасамвары, восемь восхвалений его супруги Ваджройогини и, наконец, начитываются основные мантры. После этого следуют молитвы и посвящения заслуги. Сама по себе эта практика полноценна, и ее выполняют все. Далее, на втором этапе, как я уже говорил, вы можете добавлять элементы и, в конце концов, довести свою практику до полноценной садханы. Я подготовил дополнительный материал, на который у нас нет времени. Объяснение мифа о том, что Ваджрадхара проявился в форме Чикрасамвары для того, чтобы усмирить Шиву. Наиболее подробное исследование этого вопроса – это статья, написанная западным ученым по имени Рональд Дэвидсон. Продолжение следует... У нас нет времени подробно разбирать результаты его исследования, но вкратце объясню таким образом. В одной из йога-тантры, пришедших из Индии, есть четыре класса тантры, но мы говорим о йога-тантре, которая называется Таттва Самграха. И в Таттва Самграхе впервые упоминается, что Ваджрапани усмирил Шиву. Шива в данном контексте называется Махаишварой. Из-за сострадания Ваджрапани усмирил Шиву с супругой, подчинил их, передал им посвящение и ввел их в мандалу. Эта история также встречается в некоторых позднейших тантрических текстах. В связи либо с Ваджрапани, либо с Чакрасамварой. Есть много версий этого мифа. Но только в работах одного из мастеров традиции Сакья, Дракпа Гелцена, жившего в начале 12 века, этот миф встречается в полной форме. Так что окончательно он оформился уже в Тибете. В соответствии с этим мифом Шива, поэт имени Махаишвара и его супруга Ума пребывали на горе Меру и испустили свои эманации в 24 места. И все эти эманации пожирали человеческую плоть, пили человеческую кровь и занимались всевозможными неблагими деяниями. И затем Ваджадхара проявился в форме Чакрасамвары, которая внешне была подобна форме самого Шивы с верхним узлом полумесяцем в волосах. И действовал подобно Шиве в ходе собраний Ганна-чакры, то есть Цога. Как вы знаете, в ходе собраний Цога вы кушаете небольшое количество алкоголя и мяса. Для того, чтобы, проявился он в этой форме, для того, чтобы завоевать доверие в веру этих божеств и их последователей. И затем, для того, чтобы помочь этим существам преодолеть излишки, это странное поведение, он передал им посвящение, указал им путь, привел их к постижению ума ясного света, состоянию Будды и так далее. И символизирует различные образы в Мандале Чакрасамвары, которые стоят на телах Шивы или его супруги Умы, Парвати. По словам Дэвидсона, видеть во всем этом следует отражение того, что происходило в Индии в тот период, когда шла борьба между шиваистским течением в индуизме и буддизмом. Каждая система, что характерна для Индии в целом, старалась включить, поглотить другую систему. Индуисты сделали из Будды одного из аватаров, одного из воплощений в Вишну и говорили, что если вы практикуете буддизм, то замечательно, вы практикуете просто форму индуизма, очень умный ход, никаких проблем, разнообразие. Буддисты таким образом вовлекли всех индуистских божеств, но в контексте сострадания. И хотя все это может быть очень интересным с социологической или антропологической точки зрения, важно не отвлекаться на подобные вопросы, стоящие в стороне от собственной практики. Но нужно осознавать, что был такой обмен, существовала подобная динамика, объединявшая индуистские и буддийские практики, в частности, практики тантры. Так что буддисты говорят, что мы имеем в виду, что мы имеем в виду, и 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 мы просто обрабатываем это из Шива практики, в order to make them feel more comfortable, and then transform it into a way of attaining enlightenment. Буддисты на основе этого мифа сказали бы, ну, мы включили все эти вещи, употребление крови и мяса, скелеты, кости, прах, покрывающий тело. Все это мы взяли из индуизма для того, чтобы индуистским практикующим было комфортнее, и в конечном итоге мы могли помочь им измениться. Но это всего лишь оправдание. Но для наших целей все это вообще не важно. Итак, подытожим. Практику Чакрасамвары вам нужно осуществлять, вы хотите осуществлять для того, чтобы достичь просветления Будды, потому что вы испытываете сильнейшее сострадание ко всем живым существам. И для этого вам нужно неконцептуальное постижение пустотности, наделенное Бодхичиттой и блаженством. Вам нужно проявиться в форме, которая будет помогать другим. Самый эффективный способ этого добиться – открыть доступ к уму ясного света, тончайшему уровню активности ума. Один из способов добиться этого – возращивать уровни блаженства в центральном канале, благодаря чему ветра станут тоньше вместе с ними и уровни сознания. В системе Чакрасамвары этой практики разъяснены наиболее подробно, особенно в контексте практик тумо – внутреннего огня. На завершённой стадии. И различные практики визуализации на уровне зарождения, которые позволяют нам достигать всё более блаженных состояний ума. И это общее введение в систему Чакрасамвары. И, пожалуйста, помните, что если у вас нет прочнейшей основы из трёх базовых принципов пути отречения бодхичиттой и пустотности, просто представляя себя в образе одного из этих божеств и повторяя их мантры, вы лишь создаёте причины для того, чтобы переродиться голодным духом в форме этого божества. Важно помнить, что мы это осуществляем не ради этой жизни, не для того, чтобы попасть в волшебный буддийский Диснейленд, поиграться со своими ваджрой и колокольчиком, как если бы мы были великими йогинами. У нас должна быть бодхичитта, направленная на достижение просветления ради помощи всем существам. Ясное понимание пустотности того, что мы делаем, это не должно быть играми эго. И всё это осуществляется в контексте соблюдения всех обетов нравственности, которая лежит в основе всего. Со всем этим, вдохновляясь с помощью учителей и линии передачи, продвигайтесь по пути. Большое спасибо. Мы сильно задержались. Хотя хорошо было бы позадавать вопросы, не уверен, что это будет уместно. Шеф? Вопросы? Нет вопросов? Пять минуты. Хорошо, мне придется себя контролировать, чтобы один ответ не растянуть на пять минут. По сути, вопрос два. Первый вопрос, чтобы прояснить определение ума ясного света. То есть, сам по себе ум ясного света не пребывает в осознании пустотности и блаженства. Его надо этому, грубо говоря, научить. Пожалуйста, проясните определение ума ясного света. Сам по себе ум ясного света не пребывает в постижении пустотности и блаженства. Его нужно этому научить. Could you please clarify on the mind of clear light mind? So, in its natural state, it is not absorbed in non-conceptual understanding of voidness, and it does not experience bliss. So, we have to teach it, so to say. Right, you have to train that subtlest level of mind to have that understanding of voidness and to generate it as a blissful awareness. Да, совершенно верно. Нужно тренировать ум ясного света, чтобы он обрел постижение пустотности и переживал блаженство. И обучайте вы его сначала, развивая блаженное постижение пустотности на более грубых уровнях ума. А затем, с помощью йоги ветров или йоги блаженств, доходите до тончайших уровней в процессе медитации. Вопрос. Критерии, которые делят танкры на группы самаджи, чакты, самваров, применение данных критерий, заложено ли он в деление на практике и дамы, и дагины? Является это единым критерием, либо это разность? Критерии, на основе которого тантры разделяются на тантры семейства Гухи самаджи и семейства чакра самвары. Тот же это ли критерий, который относится к практикам йидама и дагини, или это две разных системы критериев? The criteria, by which we divide systems into Гухи самаджи side and chakra самвара side, is it the same criteria that has to do with йидам и дагини practices, or is it two different classifications? Йидам и дагини practices are something quite separate, you don't really speak of that type of division within the Гулук tradition. разделение на практика йидамов и дагини — это нечто другое, мы о таком разделении в традиции Гулук, как правило, не говорим. В системе классификации, которую разработал Лама Цанкапа, Отцовская тантра делает больший упор, более подробно разъясняет практики иллюзорного тела. Иллюзорный тела практика иллюзорного тела выполняется с помощью ветров, и в системе Гухи самаджи, очень много, очень подробно это объясняется. And Mother Tantra has the most emphasis on the clear light practices, and referring specifically to gaining the clear light practice through these increasing levels of bliss through Dumo. А в практиках материнских тантрах больше упор делается на практиках ясного света, и в частности этого ума ясного света мы достигаем с помощью взращивания внутреннего огня, Dumo, взращивания блаженства посредством внутреннего огня. И то и другое это практики иллюзорного. И в гелук не выделяется как отдельная категория практики дакини. Мы сегодня говорили про то, что две руки или четыре руки есть у божества, это не так важно. Но в то же время есть в тантрических практиках мы все время сталкиваемся с тем, что есть божества, у которых много рук, много ног, несколько голов, и есть шестьдесят два божества, которые находятся в одной мандали, шестьдесят два божества, которые находятся в другой мандали. Все это нужно визуализировать, это все реально сложно. И какой смысл в этом огромном представлении этого многообразия? То есть смысл не в том лишь, чтобы включить на мозг просто. Мы говорили о том, что две руки или четыре руки у божества не так важно. Но, с другой стороны, в тантрических практиках используются обширные визуализации, в которых у божества 24 руки. Или во внешней мандале мы представляем 62 божества, а 62 божества во внутренней. В чем смысл этого многообразия? Не в том ли он, чтобы сломать на мозг? Мы говорили о том, что не важно, если дейти имеет четыре руки или два руки. Это не важно. Но, в том же время, в тантрических системах мы имеем деятели, которые имеют 24 руки и несколько faces. И мы имеем 62 деятели в экстренном мандале и 62 деятели в божественном мандале. Какая-то проблема, что это за эту тему? Это просто оборудование наших мозгов? Нет. В каждом из этих системах, whether it's four arms or two arms or six or twenty-four or thirty-four, во всех этих системах представляемые две руки или четыре, двадцать четыре или тридцать четыре. Эти визуализации представляют какой-то аспект, какой-то элемент, который они очищают, указывают на некий вид реализации. Но когда вы работаете со множеством систем, то начинаете понимать, что есть бесчисленное множество способов представить метод и мудрость, или, например, шейхстепарамид. По сути, цель всего этого – напомнить нам о том, что все эти аспекты символизируют. Так что наша главная цель в практике не научиться представлять двадцать четыре руки, а одновременно удерживать в своем сознании все, что они символизируют. И в чакрасамвара 64 деятели, в экстерном мандала, чтобы контролировать и уничтожить энергии экстернально, поэтому, когда в практике чакрасамвара мы представляем 64 божества во внешней мандале, они символизируют контроль, или, лучше сказать, усмирение энергии во внешнем мире, в то время как внутренние божества и божества в телесной мандале представляются на концах наших энергетических каналов. Для того, чтобы зародить блаженство во внешнем конце этого энергетического канала. Для того, чтобы установить контроль над пятью видами энергетических ветров, самый трудный, труднее всего установить контроль над так называемым всепронизывающим ветром, ветром, который охватывает всю поверхность нашей кожи. И для того, чтобы справиться с этой задачей, установить контроль над этим видом ветра, мы используем эти особые практики. Так что у этих 62 божеств совершенно особое предназначение, мы представляем их в совершенно конкретных местах в своем теле. Мы завершаем посвящением, пусть все постижение, все понимание, весь благой потенциал, который мы зародили, в ходе этой беседы углубляется, становится все больше и больше и приведет к просветлению ради блага всех существ. Спасибо. 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 Спасибо.